Благовестие Израилю и всему миру Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня у нас особый выпуск, в котором мы будем отмечать мессианский пасхальный седер. Мы с Равином будем отмечать его с нашими близкими. Пасха — это жемчужина всех еврейских праздников. Мы будем соблюдать хагагу или порядок служения для пасхального седера. Я расскажу вам о том, как Иисус исполнил Пасху. Вы узнаете много секретов и увидите, как Синтия будет зажигать свечи. В иудаизме зажигание свечей отделяет святое от мирского. И когда Синтия зажжет свечи, то это признак того, что начинается очень особенное и святое время. Иисус был представлен миру как агнец Божий. Так его назвал Иоанн, потому что Иисус исполнил Пасху целиком и полностью. Поэтому оставайтесь с нами, будет очень интересно. Мы будем устраивать седер. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освящающий нас Своими заповедями. Ты повелел нам зажигать пасхальные свечи. Благословен Ты, Господь. Пасхальный седер начался. Во время ужина мы будем пить из наших чаш и наполнять их четыре раза. Давайте вместе поднимем первую чашу. Этой чашей мы посвящаем этот седер Господу и просим Его благословить оставшуюся часть служения. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, создавший плод виноградной лозы. Аминь. Именно по отношению к этой первой чаше Мессия сказал, примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. Когда же Иисус произнес эти слова? Кто из вас знает? Да, правильно, во время празднования Пасхи со своими учениками. Он поднял пасхальное вино и сказал, больше я не смогу пить его с вами, пока не придет Царство Божие. Он знал, что отправляется к Отцу и больше не сможет быть с нами в той же форме, что Он был на земле. Но потом Он вернется, и мы снова сможем прикасаться к Нему. Прекрасно сознавать, что Пасха и Иисус — это не две разные вещи. Иешуа — это исполнение Пасхи. Павел писал, что Христос стал нашей Пасхой, был заклан за нас с вами. И вот вопрос. Когда Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божиим, который возьмет на себя грех всего мира? Как вы думаете, о чем Иоанн тогда думал в тот момент? Кто-нибудь из вас знает? О Пасхе, конечно. Да, о Пасхе. Но многие христиане упускают этот момент из виду. К сожалению, из-за антисемитизма, который был в церкви почти две тысячи лет, в разумах многих христиан Иисус совсем не тот, кем Он на самом деле является. А Он — царь иудеев. С самого начала Иоанн назвал Его Агнцем Божиим. И в книге Откровения, пастор Анита, мы читаем, что никто не мог открыть свитки. Иоанн увидел открытие свитков. Вначале Иоанн даже заплакал, потому что никто не мог открыть эти свитки. Но вдруг появился тот, кто открыл их. И кто же это был? Анита, знаете? Агнец Божий. Верно, Агнец Божий. Вот вам и еврейские корни. Нам нужно осознавать, откуда вышел Иисус. Именно поэтому первая глава Евангелия от Матфея начинается с родословной Иисуса. Матфей пишет «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Когда Иисус в последний раз отмечал Пасху со своими учениками, Он сказал «Сие творите». А что именно? Пасху «Сие творите» в Мое воспоминание. Итак, вы видите, сегодня все посвящено Пасхе. И Ишуа прежде всего. Слава Богу. Поднимая эти чаши к Господу, мы произносим особое благословение. И теперь я предлагаю вам произнести это благословение сейчас. «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, подаривший нам плод виноградной лозы». Отец, мы делаем это для Тебя. Это чаша освящения. Мы отделяем себя. Сегодня я надел белые одежды, которые символизируют то, что мы уже отделены. Мы вызваны из этого мира. И святы для Господа через кровь агнца. Я надел сегодня белые, но на самом деле этот белый цвет символизирует всех нас. Из-за того, что сделал Ишуа, мы все стоим перед Отцом чистые и омытые и освященные кровью Ишуа, как евреи стояли перед ним, омытые кровью агнца. Ритуальные омовения были частью жизни евреев с тех пор, как Бог велел Аврааму мыть руки и ноги. Они делали это перед приходом к жертвеннику Господа. И в это время мы тоже моем руки, как символ нашего желания иметь приемлемое служение всемогущему Богу. Это довольно интересная традиция. Мыться, особенно перед такими трапезами. Также мылся Аарон перед служением. И по традиции, во время пасхальной трапезы, я должен помыться, представляя всех вас. Это подтверждение того факта, что наши грехи омыты. И мы стоим перед Господом, святые и непорочные. А в Новом Завете мы читаем, что Иисус в той части трапезы, когда только лидер мылся, начал мыть ноги другим, как слуга. Помните, Петр сказал, нет, Господи. Он почувствовал себя недостойным, нечистым. Мы тоже часто чувствуем себя подобным образом. Бог изливает на нас свою любовь и благоволение, а нам кажется, что мы этого недостойны. Мы знаем, какие мы. Мы знаем наши грехи, и да, нам стыдно. Именно так чувствовал себя Петр. Но Господь сказал ему, Петр, если ты не позволишь мне омыть твои ноги, то тебе не место возле меня. Тогда Петр сказал, тогда мой не только ноги, а все мое тело. Я думаю, что это глубокая истина. Если мы чувствительны в Духе, то понимаем, что Дух Святой хочет любить, благословлять нас и общаться с нами. Но иногда мы отталкиваем Его, потому что чувствуем себя недостойными. Но именно для этого и существует Божья благодать. Это Его безусловная любовь и благосклонность к нам, несмотря на то, что мы недостойны этого. Не по нашим делам, а по Его милости Он спас нас. И именно во время подобного седора Иисус начал мыть ученикам ноги. Я же сегодня буду мыть руки. Я, как лидер этого седора, помою их, как церемониальный символ того, что все наши руки и все наши тела омыты кровью агнца. Я напоминаю, что это традиция иудеев, и мы понимаем смысл того, что мы делаем. Это напоминание. За всех нас мы омыты в нашем мессии, очищены, святы и непорочны. В городе Нарок проживает 50 тысяч человек. Коренные жители этого региона — племя Масай. Это одно из древних племен на земле, которая живет в гармонии с природой. Они общаются с животными, укращают любовь и защищают Божие творения. А мы приехали, чтобы принести людям, племени Масай, весть об Иисусе. Это мирные, добрые люди, но живут они в старых племенных традициях, от которых им нужно отделиться, чтобы принять Евангелие и самого Господа Иисуса в свой дух. Во время нашего Крусейда многие люди отреагировали на Евангелие, и приняли Иисуса как своего Спасителя. Они приняли решение отвернуться от старой жизни и следовать за Иисусом. Библия говорит теперь все новое. Я хочу спросить вас, если вы хотите открыть свою жизнь для Господа Иисуса, если вы хотите впустить Его в вашу жизнь, тогда поднимите свои руки. Прямо сейчас, не бойтесь. Поднимите руки повыше. И повторяйте за Мною сейчас. Я верю в Тебя, Иисус. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Вы видите разные элементы Седера. Сегодня мы разберем многие из них. Это хрен, берцовая кость, салат, но важно понимать, что только три элемента Седера являются библейскими. Кто-то знает, какие это элементы? Итак, слушаю ваше мнение. Пожалуйста. Это горькие травы. Пастор Джош, давайте, мы ждем. Это маца и... Берцовая кость. Да, берцовая кость ягненка. Вот она здесь. Но поскольку храма больше нет и жертвы не приносятся, то мы не можем принести в жертву ягненка. Поэтому мы приносим лишь его берцовую кость. Давайте произнесем молитву над мацой. «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, дающий нам хлеб земли». Посмотрите на тарелку для Седера и традиционные символы. Что они означают? О чем они говорят? История Пасхи — это история освобождения из рабства, и все элементы пасхальной трапезы — это символы искупления, как вы знаете. Что означает «карпас» или «зелень в соленой воде»? Зелень символизирует жизнь, а соленая вода — слезы жизни. Перед тем, как съесть зелень, мы окунаем ее в соленую воду, потому что жизнь неискупленного человека — это жизнь в слезах. У «карпаса» есть несколько значений. Во-первых, это зеленое растение. В Ветхом Завете при исходе все это описано. А теперь, в какое время года мы празднуем? Пасху? Весной. Совершенно верно. Весной из земли появляется новая жизнь. Пасха символизирует новизну жизни. «Карпас» символизирует Израиль в его юности. Еще в юности он был освобожден из Египта и возродился. Господь вывел их из Египта, используя разные кары по отношению к египтянам. А когда они дошли до Красного моря, египтяне пытались догнать и убить их. Но что же сделал Бог? Он совершил чудо. Разделил Красное море. Евреи прошли по суше на другую сторону. Египтяне попытались пойти за ними и догнать их. К сожалению для египтян, когда евреи перебрались на другой берег, море сомкнулось и потопило египтян. Итак, мы макаем петрушку, которая символизирует Израиль в соленую воду, которая символизирует Красное море. Израиль был молодым и зеленым. Это была весна в жизни этого народа. Они вошли в Красное море, и мы макаем один раз. За ними последовали египтяне. Египтяне тоже вошли в море. Но что с ними произошло? Раз и море поглотило их. Шансов нет. Давайте съедим это вместе. Передавайте соленую воду по кругу. А что означает хазерет, корень горьких трав? Этот корень напоминает нам о том, что корень жизни часто очень горький. Так и было для израильтян в земле египетской. А что означает марор, или горькая трава, сама по себе? Когда мы едим хрен, мы напоминаем себе, как горькая жизнь, без искупления. Хрен, или горькие травы, для древних израильтян три с половиной тысячи лет тому назад символизировал горечь рабства у фараона. Но сегодня люди все еще в рабстве. Но это совсем другое рабство. Они находятся в узах сил цмы, которые заставляют людей искать удовлетворение. Они постоянно истязают и мучают людей. И это бесконечный цикл. И в этой части с Эдером мы думаем, где бы мы были, и какой была бы наша жизнь, если бы Отец не пришел к нам и не открылся нам через Своего Сына. Мы были бы в мире и искали там, где ничего нет. Мы были бы измучены и в депрессии. А с Иисусом наша жизнь становится все полнее, полнее, ярче. Горькие травы помогают нам осознать, что нам есть за что благодарить. Даже когда жизнь тяжела, нам есть за что благодарить. У нас есть предназначение и смысл жизни. И слава Богу, мы живы. Я иногда думаю, Бог не обязан был создавать меня. Каждый день я просыпаюсь и понимаю, что это дар, подарок. Мое сердце билось всю ночь. Я даже не задумывался над этим. Бог хранит мою жизнь. И каждый мой вдох — это дар. Итак, мы едим хрен и напоминаем себе, что, как и Израиль, мы когда-то были в рабстве, но Бог освободил нас. Он освободил израилитян из Египта, и Он освобождает нас сегодня. Итак, сейчас мы раздадим хрен, положим его на кусочек мацы и будем вспоминать то время в нашей жизни, когда мы были потеряны и не знали Иисуса. А потом мы выразим Иисусу благодарность за то, где мы сегодня благодаря Ему. Возможно, сейчас вам нелегко, но это значительно лучше, чем когда-то раньше. Давайте вкушать марор или горькие травы. А что означает хоросет? И почему он сладкий? Хоросет символизирует глину, из которой израилитяне делали кирпичи для фараона. Но почему такая сладкая смесь символизирует такой горький труд? Потому что даже самый горький труд подслащается обещанием об искуплении. А теперь давайте возьмем еще кусочек мацы и окунем его в хоросет. Осознайте, что даже несмотря на то, что в нашей жизни бывают горькие моменты, Бог может даже эти моменты использовать нам во благо. И очень часто тяжелые времена в нашей жизни — это основание для всего доброго, что ждет нас впереди. Отец, спасибо за то, что ты используешь даже тяжелые времена нашей жизни для своей славы. Вкусно, не так ли? Мне нравится и хрен. Мне все нравится. Еще один элемент, который мы часто едим во время пасхального седера — это салат. Вот, видите, лист салата. Этого элемента нет в Писании, но его добавили раввины, потому что он имеет прекрасное и важное значение. Салат символизирует то, что когда евреи впервые пришли в Египет, к ним относились очень хорошо. Помните, Иосиф был в Египте и забрал туда всю свою семью. Вначале к израэлитианам в Египте относились хорошо. А потом, когда сменилось руководство Египта, их стали угнетать. То же самое происходит и с салатом. Когда мы начинаем его есть, он сладкий на вкус. Также сладко было израэлитианам, когда они были в Египте, во времена Иосифа. Но годы шли, и отношение к евреям менялось, как и меняется вкус салата. Вначале он сладкий, но когда мы продолжаем его жевать, эта сладость превращается в горечь. Съешьте лист салата и попытайтесь воссоздать этот опыт. А что означает яйцо или хагига? Почему оно круглое? Значение яйца, которое нравится мне больше всего, это то, что оно символизирует жертвы, которые приносились на Пасху, когда стоял храм. И вот вам вопрос. Сколько раз курица несет яйца? Может быть, кто-то знает и ответит мне на этот вопрос? Может, один раз в день? Верно, каждый день. А сколько раз мы грешим? Каждый день. Каждый день. Как же часто нам нужна жертва? Каждый день. Так хагига становится символом жертвоприношений. Но царь Ишоа принес себя раз и навсегда. И в послании к евреям сказано, что из-за этого не нужны больше никакие жертвы. Спасибо Иисус за то, что стал достаточной жертвой для нас. А что означает зероа? Берцовая кость ягненка. С 70-го года, когда храм был разрушен, пасхальные жертвы больше не приносились. Итак, поскольку мы не можем больше приносить животных в жертву, потому что нет храма, нет священников, то мы используем символ жертвоприношения. Зероа символизирует пасхальных ягнят, которых приносили в жертву, когда стоял храм. А без жертв, как мы можем искупить наши грехи? В законе сказано, что кровь может искупить душу. Это значит, что искупление больше невозможно? Мы это так понимаем? Конечно же нет, возможно. Когда Иешуа, Мессия, умер на кресте, завеса в храме, которая отделяла святое святых от святого, разорвалась. Этот факт даже записан в Писании. А почему это так важно? Эта вещь отделяла людей от Божьего пребывания. Но потом Бог показал, что Он вышел к людям раз и навсегда, благодаря одной жертве Иешуа. И за этой жертвой все остальные жертвы больше не нужны. Они были всего лишь прообразами. Благословен наш Господь. «Бог, предлагающий искупление наших грехов, благословен Он вовеки. Аминь». Смотрите, это хлеб скорби, который наши предки ели в Египте. Пусть придут все голодные. А что означает этот пресный хлеб? В Библии закваска часто выступает как символ греха. Мы свободны от многих поколений греха, начиная с нашего отца Адама. Закваска поднимает тесто, так и грех вошел в людей и сделал их надменными. Закваска поднимает хлеб, а пресный хлеб — это символ Иисуса. Как в Моце нет закваски, так и в Иисусе нет никакой гордости и греха. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть с вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас с вами. Понимание тайн Иисуса, раскрытых в пасхальном седере, очень важно. Иисус — агнец Божий, который взял на себя грех этого мира. Не пропустите наш следующий выпуск программы, где я расскажу вам о тайне Афи Комена. Синтия, помолись. Господь, мы благодарим Тебя за тайны Евангелия, раскрытые в пасхальном седере. Мы хотим получить от Тебя полноту Твоего Слова, данного нам через Пасху. Спасибо, Господь. Я очень рад, что вы посмотрели нашу программу о пасхальном седере, о порядке служения, который соблюдают евреи, когда празднуют Пасху. На еврейце мы называем ее Пейсах. Во Второзаконии, 16 главе, мы читаем, что евреи приносили Господу особое приношение в это время года. Если вы верите, что Дух Божий движется в этом служении, а если вы верите, что через это служение люди получают помощь и освобождение, то я прошу вас принести Господу особое пасхальное пожертвование через эту программу. Благодаря вашей поддержке люди по всему миру спасаются, исцеляются и освобождаются. Это время освобождения. И, безусловно, ваш финансовый дар Господу будет использоваться, чтобы нести освобождение по всему миру. И вы получите огромную награду за каждую спасенную душу и за каждую измененную жизнь. Спасибо вам и шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего и явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на тебя светлым взором своим и пусть снова дарует мир любимому чаду. Объединиться к служению, узнавая еврейского Иисуса, очень легко. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Передача «Еврейский Иисус» служит Израилю и миру, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт.